Пользоваться благами цивилизации любят все, а вот платить за них считает нужным далеко не каждый. Поэтому сегодня в 6 утра судебные приставы отправились в рейд по неплательщикам за услуги Водоканала. Под пристальным вниманием Октябрьский район. Адресов много, что называется «Выбирай на вкус». Водоканалу ивановцы задолжали более 93 миллионов рублей. Это и собственники жилья, и наниматели, в основном те, кто не установил индивидуальные приборы учета. В доме номер 15 на улице Громобоя много коммунальных квартир, и должников не хватает. Приставы стучат в первую. Ситуация такая встречается регулярно, рассказывают судебные приставы. Теперь бремя выплаты долго пойдет на следующего собственника жилого помещения. Например, на человека, вступившего в права наследства. Долги никуда не исчезнут. Мы обращаемся к нотариусу за правоприемством. И уже находим правоприемника, и долг выплачивает он. В этой квартире собственники должны заводу 4000 рублей. Визиту приставов они не обрадовались. И чтобы такие гости к ним больше не приходили, решили оплатить задолженность на месте. Жильцам выписывают бумагу о погашении долга. Теперь они могут продолжать спать уже без угрызений совести. А здесь живет принципиальная семья. У них долг 5000 рублей. Приставы принимают решение забрать в счет погашения долга музыкальный центр. Жильцы, лишь бы сохранить технику, клятвенно обещают выплатить сумму в течение трех дней. Почему не платите, рассказывайте? Принципиально, потому что денег нет, потому что работы нет. Какие, ну как бы, в чем причина? Принципиально водоканалы. Почему? Что, вода плохая? Вода хорошая, но мне не нравится эта организация. Стращали как-то одну тысячу, там даже меньше тысячи и сразу. С водоканалом действительно шутки плохи. Раз в месяц сотрудники рассылают должникам СМС с напоминанием за должность погасить. Ходят в рейды с приставами, а иногда в качестве карательной меры ставят заглушки на канализационные трубы. В прошлом году мы установили 63 заглушки на индивидуальные канализационные отводы абонентов. В этом году планируется увеличить, потому что действующим законодательством внесены изменения и упрощена процедура предварительного уведомления. Чтобы снять заглушку, необходимо погасить основную задолженность, а также оплатить расходы по установке заглушки. А это составляет 5,5 тысяч рублей. Из поставленных заглушек сняли ввиду погашения долга 13. Значит, 50 человек до сих пор не могут в собственном доме пользоваться канализацией. Тем не менее, предприятие идет должникам навстречу и заключает договора рассрочки сроком на полгода. Это по-хорошему, если по-плохому приходят приставы. За услуги «Водоканал» в предыдущем году, в 2016-м, было окончено 4 тысячи исполнительных производств на общую сумму 16 миллионов рублей. С каждым годом тенденция роста исполнительных производств по задолженности жилищно-коммунального хозяйства возрастает. Судебные приставы. Пошли сюда, подключи. Дверь откройте. Сейчас открою. Этот агрессивно настроенный мужчина должен за услуги «Водоканала» больше 10 тысяч. И сдаваться без боя он не собирается. У вас задолжены? Я знаю. Когда будете гасить? Никогда не будем гасить. Нас промочили, у нас промочили. У нас тут суды. Вот пока суды не состоятся, то промочили ТСЖ. Ну, ТСЖ. А вы должны высканяться. Буквально через час после нашего рейда мужчина приехал в службу судебных приставов и выплатил необходимую сумму. Очень не хотел увидеть себя по телевизору. Славы должнику и так хватает. Буквально несколько лет назад о других нарушениях этого гражданского активиста и политика от КПРФ трубил весь интернет. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.